Снова снегопады и снова рост ДТП. Кто виноват и что делать? В областном правительстве на неделе обсудили тревожную ситуацию на дорогах. Невидимый агрессор вновь напомнил о себе. В хозяйствах области принимают меры защиты и профилактики от африканской чумы свиней. Они первыми оказались на линии огня. Авария на Новоярском переезде глазами огнеборцев. Наши корреспонденты разыскали героев пожарных, оказавшихся 5 февраля в самом пекле. 7 дней из жизни Кировской области. Факты, персоны, цифры. Здравствуйте. Это программа Вести события недели. И в начале о тревожных темах недели. Ситуация на дорогах обсуждалась на рабочем совещании с временно исполняющим обязанности губернатора Кировской области. Никита Белых выразил тревогу относительно данных по количеству автомобильных аварий в регионе. В феврале число ДТП увеличилось почти вдвое. В госавтоинспекции неутешительную статистику связывают с погодными условиями. Подробнее в материале Андрея Дозорцева. Гололед и снегопады приводят к неутешительной статистике аварий в регионе. Если в январе обстановка в области была относительно спокойной, то уже в феврале произошел резкий скачок количества дорожных происшествий. Тревожные данные озвучили на совещании в областном правительстве с участием автоинспекции и ведомств, отвечающих за содержание дорог. Количество ДТП за первые 13 дней месяцев возросло в 2,2 раза с 30 до 65. Количество раненых людей увеличилось в 2,6 раза. В то же время количество погибших людей снизилось на 33%. Осложнение обстановки с аварийностью в ГИБДД связывают именно с погодными условиями. А значит особое внимание требуется к содержанию дорог. Своевременная очистка от снега проезжей части и посыпка реагентами – именно то, что помогает снизить количество аварий. Однако не всегда службы успевают за непогодой. В январе автоинспекция выдала более 150 предписаний на устранение недостатков содержания дорог. Когда у нас ситуация с метелями, заносами и несвоевременной очисткой дорог, то есть вот, собственно говоря, мы сразу имеем увеличение, исчисляемое десятками процентов, а то и разами. Поэтому наша задача, то есть мы понимаем, что обсуждая эти вопросы, за этими вопросами стоят конкретные жизни, здоровья людей. На дорогах регионального и местного значения задействовано 640 единиц дорожной техники. Заготовлено более 75 тысяч тонн противогололедных материалов. Контролировать работу техники в режиме реального времени помогают системы на базе ГЛОНАСС и ГПС. Отдыхать службам сегодня не приходится, и дальше будет вряд ли легче. По информации метеорологов, в ближайшие дни область будет находиться под влиянием глубокого циклона. А значит, возможны снегопады, метели и гололед. После потепления придут морозы. В конце последней недели февраля предполагается усиление морозов до 25-30 градусов. Поэтому просьба вот этот момент, этот момент ни в коем случае не пустить. Никита Белых потребовал от ведомств ежедневно информировать правительство области об обстановке с очисткой улично-дорожной сети. Главная задача – не допустить сбоев в движении транспорта. За неудовлетворительную работу по содержанию дорог ответственных лес будут наказывать. Андрей Дозорцев, Валерий Никулин, Вести, Кировская область. Еще одна актуальная тема недели – невидимый агрессор вновь напомнил о себе. В Тульской области в одном из крупных свиноводческих хозяйств обнаружен вирус африканской чумы свиней. В связи с этим событием в Кировской области на всех свиноводческих предприятиях введен повышенный режим защиты. По данным Россельхознадзора, вирус был обнаружен в пробах от павших животных. Основная задача, которая сейчас стоит перед администрацией Тульской области – не допустить распространения вируса чумы свиней в соседние районы, тем более за пределы области. Самый строгий карантин оборудован на въезде в племенное хозяйство. На подъездах к нему оборудованы блокпосты. Там дежурят сотрудники МЧС, полицейские и ветеринарные врачи. Все автомобили проходят обязательно санитарную обработку. Предприятие обеспечивало режим работы закрытого типа, но, опять говорим, с человеком, скорее всего, проводится расследование, был занесен вирус данного заболевания на территорию свинокомплекса. Сейчас проводятся мероприятия по ликвидации данного заболевания. Полностью все поголовье подлежит уничтожению, зажиганию. Все объекты, где содержались свиньи, тоже подлежат зажиганию, уничтожению. Стоит отметить, что свиновческий комплекс в Тульской области занимался и переработкой мяса свинины. До выявления вируса АЧС часть продукции была отправлена в соседние регионы. Оперативным реагированием надзорных служб продукция была изъята из продажи и уничтожена. Сегодня необходимо руководителям свиновческих организаций на территории области повысить биологическую защищенность своих свиновческих организаций, максимально не допустить контактов с различными организациями, поставляющими и корма, и технику, и инвентарь из неблагополучных субъектов. Ну и, конечно, обратиться к бизнес-сообществу, которые завозят мясо свинину и продукцию, содержащую мясо свинины, из неблагополучных регионов. Всю информацию по благополучию субъектов по вирусу АЧС предприниматели могут получить в управлении ветеринарии Кировской области. В случаях подержа свиней в личных подворьях, а также диких кабанов, можно сообщать по телефону горячей линии 8 800 707 60 35. На неделе главный федеральный инспектор по Кировской области посетил центральную районную библиотеку Налинска, где в конце прошлого года завершился ремонт на средства из федерального бюджета. Во время осмотра помещений к подрядчику-исполнителю возникли претензии. Все подробности у Кирилла Сесолятина. Здание библиотеки построено в 1904 году уже само по себе памятник архитектуры. А сама библиотека в следующем году будет отмечать 140 лет со дня основания. Однако более чем за век использования здание ни разу капитально не ремонтировалось. Первые средства на ремонт помещений были выделены два года назад из резервного фонда президента России. В 2012 году указом президента нам была выделена определенная сумма на ремонт и реставрацию здания центральной районной библиотеки. И в течение двух лет мы эти средства осваивали и конец года мы встретили в обновленном здании библиотеки. На ремонт здания было выделено почти 4 миллиона рублей. Однако своевременно освоить эти средства руководству библиотеки и администрации района не удалось. К концу 2012 года подрядчик закончил работы только наполовину. Оставшиеся 2 миллиона пришлось вернуть в федеральный бюджет. После этого Росфиннадзор установил факт неправомерного использования федеральных средств. И подрядчика обязали выполнить ряд работ на безвозмездной основе. Оставшиеся 2 миллиона вновь вернулись из федерального бюджета в распоряжении библиотеки в 2013 году. На сегодняшний день средства освоены в полном объеме, отремонтирован фасад здания, заменены окна и в некоторых помещениях сделан ремонт. Но сейчас встал вопрос о качестве выполненных работ. Насколько мне сейчас понятно, тут на этапе непосредственной установки были допущены нарушения. И будем говорить, вот этот период, то что произошел по выбору подрядных организаций, одна установила окна подрядной организации, а вторая уже непосредственно делала отделочные работы. То есть вот этот период, он как бы был упущен. По итогам поездки главного федерального инспектора в Налинск было принято решение вновь повторить визит через 2 месяца. За это время администрация района должна найти общий язык с подрядчиком и добиться устранения дефектов ремонта. Кирилл Сосолятин, Валерий Никулин, Вести, Кировская область. На неделе стало известно о предстоящем объединении Верховного и Высшего арбитражного судов России. Каким образом новшество скажется на работе региональных судов. И с какими итогами арбитражный суд Кировской области подошел к началу 2014 года. Эти и другие темы были затронуты в интервью с председателем областного арбитражного суда Сергеем Мартыновым. Фрагменты беседы мы сегодня предлагаем вашему вниманию. Беседу провел Владимир Семенов. На законодательном уровне уже фактически решен вопрос объединения Верховного суда России и Высшего арбитражного суда Российской Федерации. Вот как будет проходить сама процедура этого объединения? Буквально на прошлой неделе президент Российской Федерации подписал закон о поправке Конституции и создании Верховного суда. На сегодняшний день эта процедура выглядит следующим образом. Значит, будет создана специальная комиссия по отбору кандидатов для назначения на должности судей Верховного суда. И по истечении, по сути, я так думаю, что осенью новый Верховный суд уже должен быть создан и начать работать. Одновременно с этим законом президент Российской Федерации подписал еще один неизменение в федеральной конституционной закон о судебной системе, согласно которому арбитражные суды субъектов, апелляционные суды, окружные суды, они сохраняют свое действие. То есть, если говорить на региональном уровне, на региональном уровне это, в принципе, нас затронуть не должно с заключением того, что если раньше мы замыкались по своей вертикали на высший арбитражный суд, то сейчас мы будем замыкаться на новый Верховный суд. На рассмотрение арбитражного суда Кировской области, который вы возглавляете в прошлом году, поступило почти 16 тысяч заявлений. На 15% больше, чем в 2012 году. А по каким категориям споров рост количества заявлений был наиболее значительным? Наибольшее количество выросло по договорам подряда. Здесь две причины есть. Вообще споры по договорам подряда можно разделить на две достаточно большие категории. Первая – это связанность с неисполнением обязательств, там, где, допустим, подрядчик несовременно получил деньги от заказчика. И вторая проблема, которая возникает, это проблема споров по качеству тех работ, услуг, строительства, которые осуществлено. Если по взысканию различных штрафных санкций мы видим серьезное увеличение заявлений, поданных, в первую очередь, бюджетными учреждениями, органами местного управления, то по качеству и органов местного управления, и учреждения, но и в том числе и предприниматели, и юридические лица спорят как раз по поводу качества строительства. Это достаточно больная тема. А как вы сами оцениваете такой показатель, что из числа рассмотренных дел в прошлом году 81% дела, оконченные принятием решения, определения с точки зрения эффективности работы вашего суда? Этот показатель неплохой, но я хотел бы сказать о том, что, наверное, было бы лучше, если бы у нас к этому показателю как раз да больше было бы заключено унесено определение о прекращении производства по делу в связи с утверждением мирового соглашения. Самый хороший судебный акт для суда – это мировое соглашение. По вашим данным, по 445 делам производство в 2013 году было прекращено в связи с заключением мирового соглашения. Процент все-таки невелик от общего числа дел. А о возможной процедуре медиации, скорее всего, просто не знают. Иначе, чем можно объяснить, что практически ни одной процедуры досудебного примирения не было? Дело в том, что это, по сути, новый уровень правосознания и человека, и общества. Есть три способа разрешения спора. Первый способ – сила, второй способ – суд, и третий способ – это как раз медиация. В чем их отличие? Первый способ – понятно, кто сильнее, тот и прав. Второй способ – это есть государственный орган, который признан в силу закона разрешить возникающих спор. И третий способ – это как раз тот способ, который позволяет сторонам выработать необходимые условия и правила поведения. И они вправе здесь их сами формулировать. Но нести, соответственно, и за это ответственность – это уровень и правосознания, и гражданской позиции, и ответственности за принимаемое решение. У нас условия для этого созданы. Есть закон о медиации. Постепенно нарабатываются условия для того, чтобы у нас были хорошие медиаторы, посредники. Причем медиаторы, как мне представляется, это не просто юрист, это в большей части психолог, который должен найти точки соприкосновения между спорящими сторонами, выработать какие-то механизмы и подходы для того, чтобы эти подходы устраивали всех. И самое главное, чтобы то соглашение, которое мы достигли, оно было исполнено. Но это не консультант. Не консультант, ни в коей мере. Это как раз человек, которому можно доверить, и который будет действовать в интересах обеих сторон. В эфире итоговая программа «Вести» Кировской области. События недели. Смотрите во второй части выпуска. Они первыми оказались на линии огня. Авария на авиатском переезде глазами огнеборцев. Наши корреспонденты разыскали героев пожарных, оказавшихся 5 февраля в самом пекле. 15 февраля в России отмечали важную дату. 25-летие со дня вывода советских войск из Афганистана. В Кирове эту дату встречали с особым настроем. В эфире итоговая программа «Вести» Кировская область. События недели мы продолжаем. На неделе была определена причина крушения цистерн с газовым конденсатом на Новоавиатском переезде. К аварии привело нарушение геометрии колесной пары одной из цистерн. Как уже отмечали специалисты, слаженная работа всех экстренных служб помогла избежать человеческих жертв. Возгоранию удалось в сжатые сроки локализовать, а людей быстро эвакуировать. После наших репортажей об аварии в редакцию стали обращаться зрители с просьбой рассказать о тех, кто оказался первым на линии огня. Героев разыскала Милана Поварницына. По первой команде они идут, нет, не в бой, в буквальном смысле в самую горячую точку. А все их действия отработаны до деталей. В то утро, которое Новоавиатск запомнит надолго, сигнал об аварии поступил в половине пятого утра. Сотрудники МЧС сразу же выехали на место происшествия. Первым прибыл Лев Корякин. На тушении пожаров он работает уже пять лет, но такое пламя до неба видел впервые. Когда подъехали, это очень было необычно, страшно. Тем более там рядом находится мой дом. Возможности сообщить жене с ребенком не было. Страшно было за них. Ну, поначалу не хватало бы народу, а потом все. Подъехали. Помощь и другие подразделения. И все стало отлично. 5 февраля с рельсов сошли 32 цистерны, в которых находился конденсат газа. Огонь высотой с восьмиэтажный дом был виден даже из Радужного. Его жительница Ольга Князева все время созванивалась с сестрой, которая живет через дом от хлебозавода. Ее сердце успокоилось только тогда, когда она увидела первых МЧСовцев. Они быстро установили машины на водоисточник, определили зону распространения угрозы, это жилой фонд и булочно-кондитерский комбинат, и начали тушить пожар на первом участке. Когда они пошли эвакуироваться, я слышала голоса пожилых людей, которые прямо на взрыв привели и шли с таким это. Когда я пришла в школу, я видела всю эту эвакуацию. Медработники, конечно, молодцы, оказали пункт приема, носилки, тут вообще было все, столько препаратов людям оказывали. Молодежь, пенсионерам помогали, конечно, очень большая благодарность. Конечно, спасли, милиция наша также помогала. Но все равно большую благодарность, я, конечно, рада за нашу МЧС. Вот это вот, они молодцы, они первые спасли, приехали, и благодаря этому мы наблюдали, как тушился пожар. Благодаря сотрудникам МЧС никто не пострадал, и даже был спасен мужчина из горящего дома. В это время он спал и ничего не знал об аварии. А тем временем на переезде вовсю кипела работа. Сотрудники МЧС протянули четыре рукавных линии, и еще одна была в запасе. Воду для тушения брали даже из чумовицы, которую сложно назвать рекой. В итоге возгорание было локализовано, остальные вагоны с газовым конденсатом эвакуированы. Разрушительное действие огня было остановлено и по направлению к булочно-кондитерскому комбинату. Так были пресечены попытки огненного демона захватить склад завода. Хочу отметить очень слаженно организованную работу пожарных. Во-первых, и пожар, то есть огонь, да, был локализован, то есть наше здание, наша территория не был причинен большой ущерб от огня. Но плюс к этому вся работа произведилась таким образом, чтобы не нанести дополнительные какие-то потери. То есть вода подавалась через крышу, и фасад очищался уже через крышу здания. По тревоге были вызваны все люди, в том числе свободное отнесение службы. Введена в строй боевая резервная техника. На месте аварии было задействовано 12 подразделений противопожарной службы. В тушении участвовало больше 100 человек. Также был создан резервный эшелон в составе 50 человек. Руководство пообещало, что героев ждут правительственные награды. Но это ли для них главное? Я в пожаре участвовал от самого начала и до самого конца. Лично состав Федеральной противопожарной службы и состав, который был привлечен с иных видов пожарной охраны, работали именно самоотверженно. Самоотверженно, несмотря на то, что по первоначальным данным мы не знали, что в этом составе и какие могут быть последствия. Люди шли в огонь и делали свое дело. Тушили пожары, защищали людей. Милана Поварницына, Валерий Никулин, Вести, Кировская область. 15 февраля в России отметили важную дату – 25-летие со дня вывода советских войск из Афганистана. В Кирове эту дату встречали с особым настроением. 15 лет исполнилось со дня создания одного из первых в стране Новоавятского музея ветеранов-афганцев. А в этом году кировские ветераны локальных войн в современности наконец-то исполнили свою давнюю мечту. Открылся Большой музей воинской славы. Этому событию предшествовала многолетняя и кропотливая работа. Трехэтажное здание музея воинской славы находится справа от филармонии, практически за памятником воинам-интернационалистам. Сегодня музей представляет свой первый выставочный проект – страницы ратной доблести. Среди экспонатов не только военная форма, награды, оружие и документы ушедшей эпохи. Есть довольно необычные вещи, которые солдаты привозили домой, как диковинку. Мусульманские головные уборы и четкие, дефицитные японские магнитофоны, калькуляторы. На сегодняшний день в Кировской области проживает более двух с половиной тысяч участников войны в Афганистане. С того конфликта, продолжавшегося с 1979 по 1989 годы, не вернулись 80 кировчан. Этого открытия ждали долго, что у нас здесь, в самом Кирове, будет музей. Память, она должна быть память. Каждая война, она должна о себе напоминать людям, чтобы этих войн больше не было. Этот музей призван не только сохранять память о событиях, но и быть центром патриотического воспитания. В первую очередь, патриотического воспитания среди подрастающего поколения. В честь 25-летия вывода советских войск из Афганистана состоялось возложение цветов к памятнику погибшим в локальных войнах и вооруженных конфликтах. А вечером в областной филармонии состоялась торжественная встреча ветеранов войны в Афганистане. Мне пришлось участвовать в боевых действиях в Афганистане в составе мотоманевренной группы пограничных войск в 1980-1981 году. Но что хочу сказать про пограничников. За всю войну Афганистана ни один пограничник не попал в плен и не пропал без вести. Это говорит о том, что у нас всегда была взаимопомощь. То есть своих мы никогда нигде не оставляли. Боевыми орденами и медалями награждены более двух тысяч наших земляков, принявших участие в боевых действиях в Афганистане. С временной дистанции в четверть века многое видится иначе. Советские воины, русские, украинцы, татары, таджики, белорусы, эстонцы – все, кто находился в составе 40-й армии, выполняя боевой приказ, охраняли мир и покой на своей земле, отстаивали национальные интересы своей общей родины. Именно с таким чувством, с осознанием этой миссии, ветераны Афганистана встречают 25-летие окончания той долгой и кровопролитной войны. Иван Швыцов, Игорь Охотников, Вести, Киров. И еще в продолжение темы, в канун 25-летия вывода советских войск из Афганистана в свет вышла книга про нашего земляка, герой Советского Союза Александра Апарина. Ее написала родная сестра Александра Валентина Пушкарева. На протяжении 30 лет она записывала воспоминания родителей, друзей и знакомых. Теперь с полной биографией героя можно познакомиться, прочитав книгу «Звезда майора Апарина». Первый экземпляр с подписью автора и наилучшими пожеланиями отправится в Нижний Новгород. Книга вышла в свет благодаря помощи полномочного представителя президента ФПФО Михаила Бабича. Благодаря ему издалась эта книга. Понимаете, вот он именно, говорю, мы с ним встретились первый раз, встретились, когда меня пригласили на 9 декабря, День Героев Отечества. Он вот к каждому из нас подходил и спрашивал, у кого какие проблемы, или может быть какие-то, ну в чем-то мы нуждаемся, или что-то вот такое. Ну и я ему сразу сказала, что мне бы хотелось издать книгу, но у меня такое сложилось впечатление, что это никому не надо. Ну был герой, был и все. Он говорит, а почему? Я говорю, ну вот я вроде бы попыталась что-то, как бы мне хотелось, вроде, которые люди брались, вроде бы загорались, и на этом все заканчивалось. Ну вот он говорит, все, я 17-го буду в Кирове, мы с вами встречаемся. Через полтора месяца после встречи с Михаилом Бабичем появилась книга. Тираж издания 500 экземпляров. Новый детский сад, школа без собственного здания, и два одинаковых техникума. На неделе временно исполняющий обязанности губернатора Кировской области Никита Белых посетил Налинск. Главной темой встреч стал вопрос доступности дошкольного и школьного образования в районе. Репортаж Кирилл Сесолятина. Первым объектом, который посетил в Рио губернатора в Налинске, стал новый детский сад. Трехэтажное здание рассчитано на 220 мест. Садик пока не введен в эксплуатацию. Никита Белых стал первым, кому продемонстрировали основные достоинства детского сада. При учреждении занятий поплавами дети закрепляют и пополняют свои знания о представителях коллеги. Кроме бассейна, в новом детском саду есть музыкальный и спортивный залы, медицинский блок и современный пищеблок. Первые группы руководства детского сада планируют набирать уже в марте. С вводом в эксплуатацию нового садика очередь в дошкольные образовательные учреждения в Налинске будет ликвидирована. А между тем в Налинске скоро возникнет очередь в школу. После детского сада Никита Белых отправился в Налинский техникум механизации сельского хозяйства. Здание техникума в настоящий момент совмещает в себе сразу два учреждения. Непосредственно техникум и среднюю общеобразовательную школу. 700 студентов, на которых рассчитан корпус техникума, постоянно делят аудиторией с еще пятью сотнями школьников. На всех места не хватает. В здании 1890 года постройки располагался один из корпусов среднеобщеобразовательной Налинской школы. Здесь проходили обучение ученики пятых-восьмых классов, около трети всех учащихся школы. Когда в 2012 году здание закрыли на ремонт, школе пришлось искать альтернативу старому учебному корпусу. Сейчас ученики с первого по седьмой классы обучаются в здании начальной школы, а уроки восьмых-одиннадцатых классов проходят в техникуме. На ремонт здания уже потрачено более 14 миллионов рублей. Еще столько же необходимо хотя бы для того, чтобы частично привезти здание в соответствии с требованиями надзорных органов. И тем не менее, здание наверняка уже не вернется в состав школы. Бедные директора все работают в таких зданиях. У надзорных органов ведь нет различия. Это здание построено в 19-м или в 21-м. Требования-то одни и те же, так и должно быть. А попробуй-ка выполнить эти требования вот в таких зданиях. На совещании были рассмотрены несколько вариантов решения школьной проблемы. Самый очевидный – строительство нового корпуса школы. Но для областного бюджета это встанет в 1 миллиард рублей. Таких средств сейчас не найти. Другой вариант – менее затратное объединение двух налинских техникумов в один. С сохранением всей материально-технической базы и специальности, по которым сейчас идет обучение в этих учреждениях. В этом случае удастся оптимально распределить учебное помещение между объединенным техникумом и школой. Тему объединения правильного, которая бы позволила создать дополнительные возможности и для самих техникумов, можно обсудить. И если нам удастся в рамках этого решения, значит, в рамках этого обсуждения найти варианты объединения и, собственно говоря, решения вопросов по размещению школы, я думаю, что для района это был бы, может быть, не оптимальный, но точно наиболее реалистичный вариант. Потому что если мы будем сидеть ждать, когда свалится миллиард рублей для того, чтобы построить школу, там, уверяю вас, ждать можно будет очень долго. Глава региона также отметил, что на сегодняшний день обязательством области перед Налинским районом остается физкультурно-оздоровительный комплекс. В этом году все усилия регионального правительства будут направлены на то, чтобы привлечь федеральные средства и начать строительство ФОКа. Кирилл Сосолятин, Максим Козлов, Вести, Кировская область. Кто-то проводит время в кино или кафе, а талантливая молодежь Кировской области в активном творческом поиске. В областном центре прошел марафон современного искусства арт-школа. Милана Поварницына расскажет подробнее. 30 человек из 100 – это фотографы, киноведы и живописцы, которые прошли жесткий отбор для участия в Кировской арт-школе. Федеральные эксперты оценивали эстетику работ, профессионализм, потенциальные возможности и многогранность таланта. Анна Слюдова учится на факультете автоматизации и машиностроения. Поэтому Анне хотелось не только попробовать себя, но и увидеть работу людей творческого склада. Участники создадут картины, в которых отразятся их внутренний мир и характер. Сейчас главная задача живописцев – выразить себя. Эскизов у меня несколько. Пока что я думаю над воплощением вот этого. То есть, как видно, у меня все графично. Своё будущее я представляю именно таким уверенным. Геометрические фигуры. Но геометрические фигуры, они, как сказать, в моем воплощении образуют нечто такое женское – это цветочки. Арт-квадрат – это федеральный проект. Кировская область первой подхватила инициативу. В декабре 2013 года кировчанка Анастасия Патрушева стала победителем всероссийского конкурса молодежных проектов Федерального агентства по делам молодежи. Перед собой она поставила задачу – поиск и продвижение талантливой молодежи не только на региональном, но и всероссийском уровне. Так стартовал марафон современного искусства «Арт-школа». Я жду от этого марафона плодотворной работы. Мне очень хочется, чтобы ребята получили опыт, чтобы они повысили свой профессионализм. И мне хочется привлечь внимание к этим ребятам, к творческим, которые могут жить не только в Кирове, но и в районах, чтобы они получили новый заряд, новый импульс, и чтобы им еще больше хотелось творить. Марафон современного искусства – это новый формат, который соединяет в себе креатив и концентрацию творческой элиты области в одном пространстве. В течение двух дней, прерываясь только на сон и еду, молодежь творила на трех площадках. Если на площадке живопись вовсю уже кипит работа, то фотографам Ярослав Лимонов только начал объяснять основы основ, как строить кадр и работать со светом. Конструкция достаточно простая. Тривиально. То есть зон скрепления, вспышка, синхронизатор. И все. Можно снимать. Итогом работы для фотографов станет серия фотоснимков. В области визуального искусства киношники сделают ролики-видеоарт. Для молодежи это уникальный шанс услышать оценку своих работ, получить необходимые навыки, повысить профессионализм. Я уже работала фотографом, в принципе, и больше фотографировала с художественной стороны, и больше подбирала композиционно какие-то снимки. И техническую сторону, самые основы изучала, чтобы как-то успевать в этой сфере. Вот. И сейчас я закрываю свои пробелы с технической стороны. Авторы лучших работ примут участие в межрегиональном фестивале молодого искусства «Арт-квадрат» в Ижевске и Выволге-2014, которая пройдет в Самарской области. Но главная встреча талантливой молодежи Кировской области ждет летом. Это образовательный форум «Селигер». Для ребят это возможность громко заявить о себе и пообщаться с лучшими экспертами России. Милана Поварницина, Владимир Подлевских, Вести, Кировская область. И на этом у нас все. Телеканалы «Россия-1» и «Россия-2» продолжают вести трансляции самых важных для нашей олимпийской сборной соревнований. Смотрите Олимпиаду и болейте за наших. Увидимся, как обычно, через 7 дней. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова